Приветствую вас! И первое, о чём мне хотелось бы у вас спросить, ну или дать, попробовать дать пищу для размышления, это то, что вроде как вы всё решили для себя. Вроде как вы говорите о том, что вот вы не они, и жить в постоянном страхе того, что это повторится, вы не хотите, и что вы решили подать на развод. То есть вы вроде бы всё решили, и у вас нет вопроса, как такового, что делать, как простить там, например, своего музея, и так далее. И для чего вам тогда мнение экспертов по этому поводу, по этой ситуации? Вот для чего вам мнение экспертов? Знаете, кто-то вам скажет, и я не счучу, это действительно так. Кто-то вам скажет, ну вот, действительно, чего вы хотите взять, мужчины полигамы взяли, изменили, для них секс, это всего лишь секс, и действительно, если мужчина вам изменил, то это не значит, что он вас не любит, это значит, что просто в мужской логике секс и любовь различаются. То есть есть такие люди, которые им придерживаются такого мнения, и есть само такое мнение, и оно имеет право на жизнь. Есть мнение другого плана, что если мужчина изменил вам один раз, при том, что у вас было всё в порядке, при том, что ваши отношения, как вы говорите, были идеальными и романтическими, то он изменит вам еще раз тоже, просто потому, что он действовал не из-за того, что был чем-то неудовлетворен, он действовал не потому, что ему чего-то не хватало, а он действовал потому, что недостаточно ценил вас, и посчитал, что может так поступить сам для себя. Это второе мнение. Наконец, есть третье мнение. Третье мнение звучит примерно следующим образом. Что если мужчина, мужчина любит вас, уважает вас, ценит вас, действительно дорожит вами, но при этом всё-таки совершает ошибку, а это именно ошибка с его стороны. Это именно ошибка со стороны мужчины, то, что он сделал. То этот человек, один раз, ввиду исключительности того, что он произошло, достоин прощения, достоин того, чтобы вы дали ему еще один шанс, и не проецировали, не переносили его поведение на себя. Понимаете? Он изменил вам не потому, что вы плохая, не потому, что вы что-то там для него недостаточно делаете. Он изменил вам ошибки. Такая была атмосфера, такая была ситуация, и он просто-напросто ошибся, потеряя голову. Такое бывает. Человек слаб. Дело здесь не в полигамности мужчине. Дело здесь не в том, что вы не первая, не последняя. Не в этом дело. А дело в том, что каждый может ошибиться, каждый может отступиться, и вы тоже можете оказаться на месте своего мужа. Не в плане измены. Нет, не обязательно в плане измены. Может быть, не в плане измены, но может быть, в плане чего-нибудь другого. Когда вы осознаете, что потеряли голову, совершили ошибку, и хотите, чтобы вас простили, а вас не прощают. И хотя вы никогда до этого ничего подобного не совершали, и вы один раз отступились, вам уже закрыли путь к сердцу другого человека. И поверьте мне, это очень страшно. Это три мнения. И данные три мнения, они имеют право на жизнь. На мой взгляд, кто бы что вам не говорил, кто бы что вам не написал, так или иначе будет укладываться в эти три мнения. И если вы хотите услышать именно мнение, именно вот, некий такой взгляд на ситуацию, и взгляд профессиональный, то вам нужно спросить себя примерно следующее. Из этих трех мнений, какое мнение вам ближе и почему? Например, если есть мнение, что человек, который изменяет один раз, да, будет изменять потом, и с ним нельзя находиться больше в отношениях, и действительно этому человеку нельзя доверять, да? Почему вы считаете это мнение для себя наиболее приемлемым? Это соответствует вашим взглядам? Это соответствует вашим ценностям, вашим убеждениям? Или связано всем, что со страхом? Вот вы говорите, что жить в страхе, в сомнениях и грязи не для меня. Но ведь это, по сути дела, страх, в сомнениях и грязь, ну, наверное, за исключением только грязи. Страхи и сомнения в жизни человека есть всегда. И к ним нужно быть готовым. Нужно быть готовым к тому, что любимый человек в принципе может ошибиться. Потому что мы все люди. Мы все ошибаемся. И не важно, кто как ошибается. То есть важно понять, какое мнение и почему для вас ближе. И вот если вы скажете, что я считаю, что в принципе, в принципе, я осознаю, что мужчина мог ошибиться. Что мужчина мог изменить мне, там, по ошибке, да, вот. Ну, как получилось, бывает, я понимаю, понимаю умом, что мужчина мог ошибиться. И я допускаю, что я сама тоже могу ошибиться. Но для меня такое поведение означает, например, что этого человека я больше не уважаю. Вот если вы скажете так, что это действительно мнение для вас. То есть для вас мнение, что если мужчина один раз изменил, то относиться к нему так же, как раньше, вы уже не сможете. И доверять ему вы не сможете тоже. Но только одно дело, если вы чего-то боитесь для себя. Одно дело, если этот вот мотив для того, чтобы следовать подобному мнению внутри вас. И восходит к тем же страхам, к сомнению, к некоторому, ну, к идеалистичному восприятию человека. И другое дело, когда это перекликается с вашими ценностями, с вашими убеждениями, которые были еще до встречи с мужчиной. И потому я рекомендую вам вспомнить себя до того, как вы встретились со своим мужем. Как вы считали тогда, можно ли простить человеку измену? Как вы относились тогда к измене? Понятно, что вы не допускали, что вам изменят, это безусловно. Но, как вы к ней относились, как вы считали, можно ли ее простить или нет? И вот если тогда вы считали, что ее можно простить, если до измены вы тоже считали, что можно простить измену, то, скорее всего, вам нужно ее постараться все-таки простить. Потому что то, что вы хотите сделать сейчас, расходится с вашими ценностями, с вашими убеждениями и взглядами, а движимы вы именно обидой, именно проекцией того, что сделал мужчина на себя. И в таком случае, измена является травмой, она всегда является психотравмой. И психотравму нужно лечить, нужно прорабатывать, дабы она не повлияла на вашу будущую жизнь. Но это значит, что вы хотите ли вы этого или нет. По существу, да, по существу, что можно сказать? Секс для мужчины, для вашего, не значит совершенно ничего, абсолютно. Как я уже сказал, там были друзья, там был праздник, там было день рождения, они, скорее всего, были выпущены и, соответственно, не очень-то осознавали, что делать. И, грубо говоря, мужчины очень часто ставят виновника существа, то есть того, у кого день рождения бритфайсом, что вот, мол, подарок тебе, и ты должен им как бы воспользоваться, и должен его принять. Значит, ты обидишь нас. И вполне вероятно, что у мужчины просто не было выбора в этой ситуации, как он сам этого не ожидал. То есть тут еще, конечно, нужно определенные нюансы все выяснить. Вот, может быть, вам все-таки стоит еще раз поговорить, прежде чем принимать окончательное решение. То есть без скандала, без криков, без слез. Просто напросто сесть и поговорить, как все было. И выслучить все, что скажет мужчина ваш. И если вы поймете исключительность, если вы поймете уникальность ситуации, если вы увидите, что человек действительно осознает, что он сделал и раскаивается, то можете быть уверены в одном, вне зависимости от того, что вы решите, и вне зависимости от того, какое мнение для вас более близко. Что если вы останетесь с ним, и если мужчина раскаивается, и если он готов доказывать вам, что больше всего этого не повторится, то вы станете для него еще более нужной, еще более ценной, еще более сильной, и еще более, простите за немножечко нескладную формулировку, еще более идеальной. Потому что простить человек, то есть понять ошибку, понять ошибку как особый, выбивающийся из общего поведения человека поступок, и воздержаться от обвинения человека в нем, и от проектирования этого поступка на себя, есть суть, большая сила. И не потому, что вы еще одна, не потому, что вы первая, не первая, не последняя, не потому, что все мужчины такие, а потому, что вы личность. И как личность вы понимаете, что человек может ошибаться. И если вы сможете эту позицию для себя понять, если вы сможете эту позицию для себя принять, а главное, если вы почувствуете Если от мужчины действительно раскаяние и желание вам доказывать, что такого больше не повторится, то после этого этот человек будет привязан к вам на всю оставшуюся жизнь. Просто потому, что вы смогли его простить и для осознающего себя человека, для человека понимающего какую ошибку он сделал, это будет благородно, это будет великодушно, это будет проявление силы, которого мужчина, как носитель этой силы условной, будет уважать. Но вопрос в том, готовы ли вы к этому, и если готовы вы к этому, то вам, естественно, нужно будет пронабатывать свою травму. В конце концов, давайте подумаем так. Вот вы пишете, значит, что... Почему он пошел на измену, вы не понимаете, для меня это просто плевок внуши, простить такое я не могу. Нет, такого слова на самом-то деле не могу. Есть правильное слово «не хочу». То есть, вы все думаете о себе, вы думаете, что это плевок в душе вам. Но почему вы думаете, что это плевок в душе вам? Почему вы считаете, что ошибку, которую совершил мужчина, можно воспринимать как именно плевок в душе вам? Вам было за что плевать в душе? Вам было за что оскорблять? У вас есть сомнения в том, что вы самое важное и ценное в жизни мужчины, как мы говорили? И почему вы не можете поверить? Почему вы не можете поверить в то, что это действительно так? Знаете, прежде чем разрушать семью и прежде чем подавать на работу, вы это всегда успеете сделать, всегда успеете разрушить свой союз. Вы стараетесь понять для себя, а что же вам мешает посмотреть на свершившееся только как на ошибку человека? Если бы вы ссорились, если бы вы ругались, если бы у вас была неудовлетворенность, если бы у вас при всем при этом были бы обещания в верности, вот тогда бы это был плевок в душе. Это теленаправленное оскорбление, после которого просьбы о прощении являются ничем иным, как лицемерие. Но то, что мы наблюдаем здесь, по моему мнению, это истинное сожаление о своей ошибке. Это искреннее сожаление о том, что мужчина сделал. Вы знаете, если вы увидите в его словах и в его глазах искренне раскаяние, то вы его простите. Вы его простите. Он сам себя не простит. Он сам себя съест разного за односто сделан. Если только у вас это было действительно так, как вы говорите. Прямо-то вымолить прощение у другого человека легче, чем простить самого себя. Простить самого себя невозможно. Практически. Вы подумайте, что для вас важнее. Вы подумайте, не слишком ли персонифицированно вы воспринимаете то, что произошло. Нет ли у вас каких-то моделей поведения, показывающих вашу неумеренность в себе? Чем вы руководствуетесь при желании развестись? Чемностями своими, взглядами, убеждениями, неким образом отношений, которым вы стремитесь? Или все-таки идеализированным взглядом на человека и на отношениях? И не потому ли мужчина вам изменилось, что вы идеализировали его? И он чувствовал себя настолько идеальным? А ведь он не является идеальным. Никто из нас не является идеальным. Так вот, не потому ли вам мужчина изменилась, что вы стремищу радиализировали его? И мужчине хотелось самому себе показать, что вы таки человек. Он не идеал. А вы, Вероника, видели ли вы в нем именно человека, которому свойственно ошибаться, которому свойственно отступаться, которому свойственно спросят поступки, за которые он будет корректировать себя всю жизнь? Человеку нужны такие поступки, чтобы больше никогда их не завершать. И человеку нужно прощения, как прямой путь к другому, новому жизненному образу. Человеку необходимо прощение, но только один раз. Я рекомендую вам, прежде чем вы решите, я рекомендую вам подумать об этом. Я рекомендую вам обо всем этом подумать. И, вы знаете, возможно, вы со мной не согласитесь, потому что, ну, так вот, по тексту, как я могу следить, вы довольно жестко настроены, и определено у вас сейчас не самое лучшее настроение, безусловно. Вот. Но, то, что происходит в отношении двух людей, никогда не бывает на ответственности одного человека. Если, если мужчина вам изменит, значит, вы несете какую-то часть ответственности за это. И устраивая скандал, и, если не прощая мужчину, стремясь развестись, вы снимаете из себя эту ответственность за то, что мужчина сделал. Это бег от ответственности. А бег от ответственности, значит, путь к выставлению себя жертвой. В сравнении себя жертвой ведет к потере контроля на собственной жизни. Поэтому, пожалуйста, обо всем этом я рекомендую вам подумать. Если вас это успокоит, просто думайте о том, что развестись и разрушить союз можно очень легко. А вот встретить человека, который бы понимал вас, который дорожил вам, дорожил бы вам. Который готов был бы ради вас на все, довольно сложно. Но это человек. И как любой человек, он склонен ошибаться. И одна ошибка, это не система, это случай. Вот, одну ошибку нужно, можно и нужно, все-таки простить. Просто ради того, чтобы человек понял, насколько он сильно ошибся. Но простить человека нужно не сразу, не просто и не быстро. Нужно, чтобы мужчина доказывал вам какое-то время своим поведением, что он действительно осознает, что он сделал. И только тогда, когда вы это увидите, вы его простите. Но простите вы его, вы скажете ему прости. Только в том случае, если действительно будете готовы отпустить эту ситуацию и жить дальше. Если вы, хоть самую малость, будете сомневаться в том, что вы сможете все забыть. Если вы будете сомневаться в том, что не будете приказной ссоре вспоминать ему то, что он сделал, то лучше говорить, поговорить, поговорить, я тебя простила, не нужно. И здесь уже зависит от вас. Чтобы сказать прости, нужно работать над собой с психологом. Чтобы сказать прости. Чтобы реально освободиться от всего вашего личного, персонального в этой ситуации. И чтобы понять, что это просто ошибка мужчины, которая ничего не значит. Не для ваших отношений, не для вас с тобой. И если вы готовы признать это все, то свой союз, вы сможете сохранить отношения со своим мучем. Вы сможете сделать еще более близкими, еще более духовными, еще более целостными и гармоническими. Невозможно сделать отношения крепкими без проверки этой самой крепости. И то, что между вами сейчас происходит, это и есть проверка крепости и зрелости вашей обороны. Если вы не готовы за эти отношения бороться и не готовы мужчине дать еще один шанс, то это говорит о том, что ваши отношения были своего рода мифом, таким воздушным жамком. Ибо пока они были романтическими и неприедшими, пока они не столкнулись с каким-то серьезным сильным штормом, они вас устраивали. Но шторм сильный они не выдержали. И тогда получается, что вы устраивали отношения, ну, несколько на неправильных отношениях, воспринимая своего мужа, скорее всего, не так, как это было нужно сделать изначально. На этом, я думаю, можно закончить. Мое мнение, в принципе, вы по этому поводу услышали. Я думаю, что многие эксперты будут говорить вам о том, что можно простить. Но я хотел бы, чтобы вы при рассмотрении возможности простить, тогда вспомнили о том, не идете ли вы в разрез, не идете ли вы в противостояние со своими ценностями. Бывают такие люди. И с точки зрения этих людей, ну и напрямую, то если им изменяет человек, если этот человек их предает хотя бы один раз, то эти люди больше никогда с ним не будут вместе. Потому что таково их убеждение. И это убеждение, как бы мы к этому ни относились, имеет право на существование. И если это ваше убеждение, но если только это духовное убеждение, именно духовное, а не следствие психологического противоречия и внутреннего конфликта, а также обиды и травмы, то к нему следует прислушиваться. Именно к нему. И потому в итоге, в итоге, не важно, что говорят другие, важно то, что думаете вы, и то, что ценно для вас. Но именно ценно, а не то, что является вам психологической проблемой, психологическим препятствием и психологическим, скажем так, конфликтом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.